Беларусь и Россия нацелены на активную экономическую интеграцию. Сегодня акцент на кооперации в промышленности и комфортной логистике для наших грузов. Об этом говорили в Москве на заседании Союзного Совмина. В ответ на западные санкции мы приняли скоординированные меры, направленные на укрепление экономики. И такая слаженная работа будет продолжена. Все подробности и заявления из первых уст у нашего корреспондента Светланы Лукинюк. Союзный Совмин в Москве стартовал с переговоров один на один. Премьеры Беларуси и России решили детально обсудить большую повестку. Здесь в куларах Дома правительства говорят, что такой узкий формат может длиться гораздо дольше, чем широкий. Но это и понятно. Если решение найдено по тому или иному вопросу на уровне глав правительств, то дальше обсуждение пойдет более ритмичным. Вообще, чтобы двигаться, а не буксовать в союзной интеграции, важно исполнять принятые договоренности. Декабрьская встреча президентов Беларуси и России в Минске определила план работы для кадминов двух стран. И важно, чтобы результаты этой работы почувствовали субъекты хозяйствования. Это про равные возможности и равные условия. Хорошая подготовка позволила уложиться в отведенный тайминг. Накануне приезда в Москву в белорусском Совмине отмечали. Будут обсуждаться важные вопросы для двухсторонних отношений. Ключевое – это союзные программы. Они выполнены на 75%, а 8 из них реализованы полностью. Страны уверены нам подвластны и космические технологии. Активно работаем над созданием совместного спутника. Принято решение Роскосмосом и нами создать совместный российский белорусский спутник 035. В принципе, все вопросы согласованы. Ну и уже есть эскизный проект, сейчас рабочий проект. Задача сделать, запретить и планировать на благо и России, и Белоруссии, и союзного государства. О скоростях сегодня говорили относительно не только космоса. Обе страны не первый год держат санкционный удар. Вместе, понятно, легче и эффективней. Так экономика не обвалилась, валюта не обесценилась, а предприятия работают в штатном режиме. Это тот самый случай, когда вызовы и цели объединяют. Постоянно корректируется правовая база. Да, остаются и спорные пока моменты. Но сделано уж точно немало. Товароборот в прошлом году рекордный – 50 миллиардов долларов. Поставки из Белоруссии выросли на 40%. В январе-феврале эти тенденции сохраняются. Расчеты за энергоносители идут в российских рублях. Утверждена и формула ценообразования на нефть и газ. Мы уверенно идем по пути союзного строительства, отметит Роман Головченко. Получилось сделать, кстати, экономически выгодную логистику. Много соглашений подписано, есть и новые. Мы достигли договоренности с нашими коллегами о том, что будут еще подвижки определенные в стоимости перевозок железнодорожных. В первую очередь железнодорожных. Мы работаем более чем с 20 портами Российской Федерации. Тоже имеем достаточно привилегированные тарифы. Поэтому здесь в этом плане все в порядке. Сейчас можно сказать, наверное, о том, что основные системные вопросы, они решены. То, в чем мы сильны и преуспеваем, так это промышленность. Есть сознание, опыт и производственная база. И она уж точно помогает замениться выпавшие импортные детали и комплектующие. Уверен, совместные инициативы принесут практическую отдачу, помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования, техники и, соответственно, комплектующих. Что важно для достижения независимости от иностранных решений. Ну и что не менее важно, это для обеспечения стабильной деятельности наших предприятий. Сейчас особый акцент на микроэлектронику. Уже сегодня все импортные поставки микросхем заместили. Российский кредит в 10 миллиардов рублей уже работает на планаре и интеграле. До 2030 года объемы выпуска там продукции вырастут втрое. У нас экспортные поставки за первый квартал на интеграле достигнут практически 200% к уровню прошлого года. Хороший темп и по планаровскому оборудованию, этот темп просто будет порядка 150%. Этот рост динамично идет вперед. Вся продукция и планара, и интеграла расписаны уже как минимум на год вперед. Эти предприятия работают с полной абсолютной загрузкой. Вообще промышленный блок – то, о чем спорили на союзном совмине. Главное, все документы подписаны, новых не стоит порождать. Необходимо ускориться и в части признания технологических операций. Это работа для министерств промышленности. Все это позволит нашей продукции прирастать в объемах на российском рынке, попав в программы субсидирования. Ну а для Минфином важно остается взаимодействие в финансово-кредитной сфере. Мы работаем по рефинансированию наших долгов. Этот вопрос тоже один из тех, которые надо дорабатывать. Все эти моменты быстро, скажем так, чисто технически не решаются. Готовятся соответствующие соглашения, они реализуются. Сейчас решается вопрос и по грузоперевозкам для наших компаний внутри России. Это что, подоставив груз из Белоруссии в российский регион, наши машины не возвращались пустыми, а могли перевести товар в другую, например, область Российской Федерации на территории страны-соседки. Пока правовая база не позволяет, но договоренность есть. И мы настаиваем, чтобы решение было принято быстрее. Мы настаиваем на том, чтобы этот вопрос решился быстрее. Российские коллеги пока предлагают чуть более поздний срок вступления в силу. Но, по крайней мере, если, наконец, еще прошлого года у нас не было понимания, как это будет работать, то сейчас оно есть. Мы продолжаем дискуссию относительно сроков вступления этого решения в силу. То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для белорусской национальной авиакомпании «Белавиа». Тоже решения, в принципе, принципиально достигнуты. Мы сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу. Это снизит стоимость и тарифы снизит для «Белавиа», соответственно, больше возможностей для полетов в регионы Российской Федерации. В этом году на союзном треке и юбилейный 10-й форум регионов в Уфе. Вообще сотрудничество с российскими областями набирает обороты. Как раз после завершения переговоров в Москве делегация белорусского правительства отправилась в Волгоград. Светлана Лукьянюк, Алексей Юнош и Сергей Волынец, агентство теленовостей «Москва-Волгоград». «Москва-Волгоград».